Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их используют умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 14 марта, день Евдокии, назван в честь святой преподобной мученицы Евдокии. Лицо ей было настолько красиво, что и художник затруднялся бы изобразить эту красоту, но использовала свою красоту Евдокия в порочных целях. Так греховными делами собрала она богатство, чуть ли не равное царской казне. В дальнейшем она отказалась от веры языческой и дела греховных, приняла христианство, совершила много чудес, воскрешала умерших, однако была обезглавлена мечом. Этот день в народе называют днем Евдокии свистуньи, Евдокии плющихи. С этого дня начинают дуть сильные ветры, которые издают свистящие звуки. А прозвище плющиха день получил из-за того, что снег начинает сплющиваться из-за таяния и прижиматься к земле. Сегодня крестьяне приступали к полевым работам. Приметы. Если на Евдокию ясно, год прекрасный. Если пасмурно, год плохой. Севдокии плющихи первые оттепели. Откуда ветер Севдокии, оттуда и летом. Если с запада или юга к жаркому лету. Если с востока к дождливому. Если с севера к прохладному. Если день солнечный, к хорошему урожаю зерна, грибов и тыквы. Дождливый год будет хлебный. Густой туман к урожаю бобовых культур. Слышна звонка капель с крыш, лето будет жарким. Девятые лунные сутки. Как правило, после энергетически благоприятных суток следуют сутки с неблагоприятной энергетикой. Это хорошо иллюстрирует прямой. Волна вперед, а потом откат назад. Все это естественно и понятно. Что касается сегодняшней энергетики, то она вызывает в сознании обольщение и заблуждение. Могут сниться кошмарные сны. Чтобы успешно противостоять этому, почитайте «Жития святых» или какие-то другие возвышающие книги. Там очень много информации по преодолению обольщений и заблуждений. Не рекомендуется сегодня рассматривать себя в зеркало, а тем более его разбивать. Питание постарайтесь обойтись без излишеств. Это касается животной пищи и спиртного. Полезно позаниматься силовыми упражнениями, чтобы вытеснить дурные мысли.